Ставки на спорт. Можно с ним заниматься, если я зарабатываю на нем специальными стратегиями? Если я 20% заработанного даю детскому дому, мечеть для благотворительности или все-таки не стоит? Вы подумаете, вы что, решили Господу Богу, вы решили Аллаху взятки давать? Вы что, в своем уме? Вы решили с ним сделать такую сделку? Это же безумие. Никогда этого не делайте. По вашей рекомендации, я накопила 100 тысяч самов. Если вы научились сохранить деньги, это уже начало пути. Не торопитесь избавиться от них. Терпливо держите их и ждите. В ближайшее время у меня будет тренинг, называется «Я инвестор». Онлайн будут. Вы не важно, в какой точке мира находитесь, вы можете послушать. Преста несколько вопросов. Хотел открыть свою аптеку? Ему придется потом это делать. Это цель, чтобы помогать большее количество людям. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели, уважаемые наши зрители, читатели. Спасибо, что смотрите рубрика «Вопросы до Влатова». Всегда задавайте актуальные вопросы к вашим услугам и с удовольствием отвечаю. Надеюсь, что наша рубрика принесет вам пользу в жизни. Мы с такой целью это все создали, с такой целью работаем. Мы очень хотим быть полезным для тех людей, которые ищут что-то, для тех людей, которые хотят добиться что-то. Наша миссия именно в этом заключается. Мы служим для того, чтобы каждый, кто приходит к нам, приобрел финансовую стабильность, достиг финансовую стабильность, раскрыл свое собственное богатство, тот талант, который Богом дано, и смог реализовать себя. С такой целью мы работаем, и вся наша команда, вся наша компания с этим каждым днем работает для того, чтобы действительно эту миссию реализовать. Дорогие мои, хочу ответить на несколько важных вопросов, которые пришли к нам. Сдавайте всегда актуальные вопросы, мы отвечаем. И не забывайте, пожалуйста, под комментарии писать каждый раз после того, когда вы послушаете нашу рубрику, в комментарии пишите, пожалуйста, свое мнение. Мыслите креативно, задумайтесь, делайте, дайте свои советы. Например, у вас может быть в вашем опыте, может быть, по-другому. Это очень хорошо, это очень здорово. Только старайтесь, чтобы писать в комментарии то, что полезно либо кому-то, либо вам, либо мне, либо нашим слушателям и читателям. Кому-то она должна быть полезна. Дорогие мои, хочу ответить на несколько вопросов. Не забывайте ставить лайк, рекомендовать своим друзьям, знакомым. Здравствуйте, Саня Муражабович. Ставки на спорт. Можно с ним заниматься, если я зарабатываю на нем специальными стратегиями? Это дело харам или нет? Если я 20% заработанного даю детскому дому, мечеть для благотворительности, или все-таки не стоит? Быстрые деньги же. Еще я держу пост. Иногда мне кажется, что делаю дело харам. Родной мой, получается, что ты делаешь запретные, потому что ставки читается харам. Судя по всему, вы мусульманин, раздаваете такой вопрос. Вставки в исламе читается харам. Любые ставки, неважно никакие, потому что вы никакой ценности не создаете, потому что вы никому не помогаете, ни чьей-то проблемы не решаете. Когда исламе говорится так, если вы не создадите никакие ценности, никакой проблемы не решаете, и за это вы получаете деньги, это читается харам. Это грязные деньги. То есть у вас нет никакой усилий и так далее. Поэтому в связи с этим это читается харам и так далее. Поэтому не делайте этого. А то, что вы мне говорите, что я 20% из них даю благотворительность, детский дом и так далее, и так далее. Вы подумайте, вы что, решили Господу Богу, вы решили Аллаху взятки давать? Вы что, в своем уме? Вы решили с ним сделать такую сделку? Это же безумие. Никогда этого не делайте, пожалуйста. Иногда нам кажется, что как будто если я чуть-чуть кусок отсюда возьму, занимаюсь благотворительностью, как будто это смывает мои грехи и так далее, и так далее. Нет, дорогой мой, лучше не делайте этого. Запретные лучше не делают. Победите себя. Вы знаете, почему людям тяжело отказаться от запретных? Потому что это дает удовольствие, это дает наслаждение, это дает кайф. Поэтому нам тянет к запретному. Понимаете? Но это большой труд. Знаете, очень большой труд смиренность добиться. Очень большой труд отказаться от соблазна. Отказаться, понимаете, от своей жадности и так далее. Это очень большой труд. Соблюдать, отказаться от запретного. Мой совет к вам. Если вы действительно хотите чего-то серьезное добиться, делайте то, что Господь обещает. Делайте то, что Аллах гарантирует успех. Вы уловили, что я сказал? Делайте то, во что Он гарантирует успех. Просто делайте то, что дозволено. Откажитесь от запретного. Вы быстрее добываетесь успеха. Потому что даже заработанные деньги, которые зарабатываете, мимо пальцы, насквозь пальцы уйдут. Понимаете? Любой успех, это итоги читается. То есть конца надо читать. Не в начале, не полпути. Вот в конце. Через 7 лет вы потом меня поймете, где вы будете. Через 7 лет. Сикл заканчивается, и через 7 лет вы потом поймете. Итоги эти деньги все покинут вас. Как и пришли легко, так и легко уйдут. И придут в вашу жизнь намного больше тяжести. Вот увидите. Вы идете против своей ценности. Поэтому это очень тяжело будет вам. Лучше не делайте этого. Следующий вопрос. Пишет ученик ваши мечты. Ого. То есть это ученик, который я должен мечтать. Или он мечтает стать моим учеником. Либо я должен мечтать такому ученику. Интересно. Давайте послушаем. Ассаламу алейкум. Раматулу и обракуду. Сайдмурад АК. Ого. Прямо уже АК. Недавно занял пост директора магазина бытовой техники. Цель магазина сделать продавцов универсальными. Чтобы они продавали все подряд, а не определенный товар. Когда на работу нет оклада, а только процент от личной продажи. В коллективе возникают тайны, обиди друг на друга. И это влияет на доход магазина тоже. Расскажите, пожалуйста, как эффективно распределяться работу персонала. При этом сохранять хорошее отношение. Дорогой мой ученик мечты, послушайте внимательно. У вас получается, что вы поставили, то есть зарплата нет, вы поставили KPI, то есть показатели, проценты от продажи, личные продажи. Продавец сколько продает, сколько и зарабатывает. Это выгодно всем. Вы убрали потолок. Кто хочет зарабатывать, пожалуйста, научись продавать и зарабатывать. Но только одну вещь не учли. Почему появляется внутренняя обида и так далее? Потому что у вас уже каждый продавец себя чувствует отдельно. Он не чувствует себя в команде. Вы поставили индивидуальную мотивацию, но не поставили групповую мотивацию. Нету там командная мотивация. Поэтому так и происходит. Если вы хотите, чтобы у них между собой не было, можно сказать, драка, тогда вам нужно сделать так. От общего объема магазина, от общего объема продажи магазина, они ставят план и небольшой процент. Пусть будут 0,5%, пусть будут, не знаю, 1% или 0,2%. И всем им по чуть-чуть отдавать. То есть индивидуальная, должно быть индивидуальная мотивация. Чтобы каждый продавец старался сам продавать. А потом должна быть групповая мотивация. Чтобы если один продавец в чем-то не справился, другой помогал ему. Или как минимум, по крайней мере, не стал врагом и не завидовал. Они вот должны объединенно работать. Как вот вы смотрите. Палцы же вот так тянутся. Когда вы делаете, вот эта сила кулака формируется в силе каждой пальчики. То есть каждый палец это по отдельности ваши продавцы. А кулак это команда. Когда вы это внедряете, вот это все исчезнет. Недовольствие, обиде, сплетни и так далее. Она все исчезнет. А не наоборот. Например, я продавец. Я продаю. Но я вижу, что мой партнер продает что-то. Что-то продает. Но я пока свободен. Но я вижу, что он что-то сумеет делать. Что-то нет. И я привезу к нему паровозик создаю. Я вижу, что он уток продает. Я привезу там, не знаю, рассказываю. Знаете, вот эта гладинная доска у нас очень тоже хорошая. Привезу, я ему поставлю. Я ему помогаю, чтобы он продал. Я вижу, что он, не знаю, микроволновки продает. Я побегу, ему какую-то, не знаю, еще посуду или что-то нибудь. Вот с этой микроволновкой это хорошо сочетается. Что угодно. То есть задача в том, чтобы я помогал ему. Чтобы он своему клиенту завершил сделки. И средний чек поднимал. А тем более, когда вы говорите, это первый момент, чтобы убрать все боли, обиды между командами. Второй момент, когда вы говорите, чтобы продавцы научились продавать все подряд. А как раз они будут делиться опытом друг друга. И они будут наоборот вдохновлять друг друга. Это же как спорт. Это же драйв. Это же спорт. Продажа это реально как спорт. Это что означает? Это когда у тебя с Рианом, когда ты сам один спортом занимаешься, ты иногда ленишься, иногда завтра сделаю, послезавтра начну. А когда с кем-то занимаешься, глядя друг на друга, у тебя мотивация растет. Глядя друг на друга, вдохновение растет. Думаешь, что я сижу, давай буду делать. И так далее. Поэтому вот этот эмоциональный тон в самом группе создаете вы. Вся. Понимаете, когда зайдешь в какую-то нибудь некоторую компанию, ты видишь сприченность, ты видишь вдохновленность, ты видишь, они к чему-то интересуются. Там должна быть эмоция. Понимаете? Именно в отделе продажи должно быть эмоция и драйв. Если вот этого вдохновения нету, значит руководитель не смог это создать. Должна быть гармония, чтобы вы как дрижер и оркестр, все играют одинаково. Ваша команда это как каждый музыкант, который играет. А вы есть тот, который создаете музыку. Поэтому вот это внедряйте к этому индивидуальной мотивации, добавьте групповую мотивацию, у вас все будет супер. Но каждый день, утром, каждое утро, пятиминутка стоя, именно стоя, не сидя, стоя проведем пятиминутки. И я могу гарантия, что у вас дело сразу пойдет вверх. Здравствуйте, Адмирот Довлатов. Я смотрю ваши семинары и видеоролики. И очень вас уважаю по вашей рекомендации. Я накопила 100 тысяч самов за один год. Работаю на реставрации, но не знаю, во что вложить сейчас. Я в декрете. Посоветуйте, пожалуйста. Дорогие мои, если вы научились сохранить деньги, это уже начало пути. Не торопитесь избавиться от них. Терпливо держите их и ждите. В ближайшее время у меня будет тренинг, называется «Я инвестор». Это будут, по-моему, где-то в декабре, 11 декабря, что ли. Онлайн будут. Вы не важно, в какой точке мира находитесь, вы можете послушать. Вы можете сидеть и послушать. Я буду говорить о том, как инвестировать, с чего начинать инвестиции. И на что внимание обратить. Какое должно быть, как выбрать инвестиционный портфель, как контролировать риски и так далее. Я буду об этом говорить. Я буду показывать, как даже с небольшими деньгами со временем вы выходите к хорошему пассивному доходу. Просто это мышление надо формировать в себе и это надо делать. Поэтому, это первый мой совет. Второй мой совет. Если вы научились чуть-чуть сохранить деньги, научитесь терпеть до тех пор, пока не появляются лучшие возможности. Поверьте моим словам, они появятся. Я заметил, что у меня всегда было два проблемы. И до сих пор они иногда есть. Это что значит? Когда деньги есть, порой не знаешь, что делать. То есть, деньги есть, ты держишь, держишь, держишь и не знаешь, что делать. А как ты начнешь что-то делать? Деньги куда-то вложить. Может быть, какой-то проект или какой-то. А потом появится какой-то еще круче проект. Потом появится еще лучший вариант. Потом денег нет. Вот вы понимаете, да? Вот, и я тогда понял, что когда денег есть, возможности нет, когда возможности есть, денег нет. Вот это будет у вас борьба всю оставшую жизнь. Поэтому нужно лучше вот эти деньги сохранить, ждать, для себя пройдите. Сохраните чуть-чуть, ждите, на нужные валюты только приводите, держите. Хорошо? Будет наступить момент, когда пройдите мой тренинг, я инвестор, вы научитесь очень многие вещи, потом дальше делайте выводы. Здравствуйте, Анура Раджабович, аноним. Из города Шимкент. В одном из ваших видео вы говорили, что в продуктовых магазинах бывает много краж. У меня есть такой магазин с персоналом около 70 человек. Подскажите, какой наиболее эффективный способ бороться с кражами. Спасибо, дорогой, я это знаю, с этим мы постоянно сталкиваемся. В продуктовых магазинах есть несколько фундаментальные проблемы. Если вы их решите, а все остальные дела хорошо пойдут. Одно из них это кража. Одно из этих проблем, это кража. Кража могут произойти в момент кассы. Кассер деньги берет и могут не все это набрать в чеке. То есть набирает в чеке определенное количество, и пара наименований не набирает. Кража могут произойти первым в кассе. Второе, кражи могут произойти, когда самому продукту действительно воруют. Воруют иногда клиенты, правда клиенты тоже воруют, я не говорю нет, супермаркеты. Но это бывает всего 2%. Иногда, когда клиенты воруют, их всегда всего 1-2%. А теперь основной вашей воры, это ваш персонал. Где воруют? 5%, 7%, до 10%. В сумму которого раз того, в большинстве случаев это ваш персонал ворует. И как мы решили в нескольких магазинах эту ситуацию? Служба безопасности. То есть как? Сами службы безопасности воруют. Вот это очень важно. Помните, какой случай персонал ворует? Когда у вас нет четкой ежемесячной инвентаризации. Когда вы каждый месяц неделяете инвентаризацию, у вас нет ревизии. Они это чувствуют, они знают изнутри. Помните, что людям, которым вы даете оружие, либо они убьют вас с этим оружием, либо защищают вас с этим оружием. Другими словами, кто ближе к вам, он знает ваши проблемы и ваши слабости больше, чем вы сами даже. Чем чужой посторонний человек. Кто рядом, он больше знает все ваши недостатки и минусы. Поэтому что нужно делать? Как и решили этот вопрос несколько нашими учениками и так далее. Первое. Мы ежемесячно стабильно начали жестко провести полностью инвентаризацию и ревизию. Каждый месяц мы поднимем остатки и проверяем, сочетается все или нет. И видим недостатки и так далее. Таким образом, сумма которой недостатка есть, 60% мы его закидывали ответственности на службу безопасности, а 40% на персонал. Это означает, что если миллион тенге недостача, 600 тысяч тенге мы раскидаем на зарплатах всех служб безопасности, удерживаем у них зарплата. А 40% на зарплаты всей персонала. И как вы думаете, что начнет произойти? Персонал начнет контролировать друг друга. Персонал начнет смотреть. У них появляется не только глаз такой, у них появляется глаз наблюдательный. Они начнут смотреть за службу безопасности. То есть персонал контролирует службу безопасности. Служба безопасности начинает контролировать персонал. Напомните мои слова. Не жалейте никого. Если вы платите людям зарплату, они должны честно трудиться. Не дайте себя вороват. Потому что ненавижу людей, которые ты даешь им работу, ты помогаешь им, и они пытаются тебе еще вороват. Реально ненавижу таких людей. Почему? Потому что эти люди, бессовестные люди. Никогда не позвольте таким людям оставаться в вашей организации. Вы швырнете здесь дверь. Потому что с такими людьми вы никогда не построите компанию своей мечты. Дорогие мои, быть предпринимателем – это нелегкий путь. Особенно, когда столько море проблем, кризис, карантин, вот это все трудности и так далее. Предприниматель с кожи вылезает, день и ночь не спит, и берет такую ответственность, чтобы обеспечить десятка, двадцатка, сотни семьи. А потом появляется какой-то идиот, который начинает вот так себя вести. Это безумие какое-то. Поэтому никогда не позвольте. Третья большая проблема, где происходит в бухгалтере – это пересорт происходит. Пересорт – это что означает? Это означает, что когда именно штрих-коди клеят, они припутают. Припутают штрих-коди, когда клеят, или устают. Поэтому вы должны жестко контролировать вход. Видите вход товара в вашем магазине, да? Жестко контролировать вход товара в магазине. Это очень-очень важно. Жестко контролировать, чтобы были штрих-коди правильно приклеены. Например, я имею в виду, что получается так, что от того, что они припутали, например, эта ручка стоит тысячи тенге, а эта ручка стоит, например, сто тенге. Иногда они могут припутать, штрих-коди и наоборот приклеить. И получается, что эту ручку за сто тенге продали, а эта ручка на тысячи тенге никто не берет. Понимаете, да? Получается, что часто бывает пересорт в продуктовом магазине. Одна из самых больших проблем это. За счет этого недостача выходит. Потому что вы товар-то закупили-то, это купили-то за семьсот тенге, а ошибочно его продали за сто тенге. Вы видите, что недостача начнет выходить. Поэтому все это взаимосвязано. Очень четко контролирует, чтобы пересорт был минимальным. Ну, или хотя бы от него избавиться надо в каким-то мере. Поэтому каждая группа товара разделите, когда приходит, штрих-коди заклеит. Весь товар пусть подряд не клеит. Сначала пусть одну группа закончили, вторая группа закончили. Чтобы вот когда переход в товар, жестко контролировать. Получается, что в продуктовом магазине вход надо контролировать, когда товар входит в магазин, то есть в вашем складе или магазине. И когда выход, когда на выходе коса контролирует, чтобы все правильно ушло. Тогда дело очень хорошо пойдет. У вас кража, это все не будет. Поставьте видеонаблюдение везде. Понимаете? Я тоже, я был удивлен, когда видел, что в продуктовом магазине персонал возьмет, карман положит, в туалет идет и кушает. Я был просто удивлен, что до такой степени. Конечно, я не говорю, в туалете тоже ставьте камеры. Я такого не говорю. Но все равно везде поставьте видеокамеры и службы без данных пусть смотрят за всех. Вот тогда таким образом вы минимизируете эти кражи, это воровство и расходы и так далее. Дорогие друзья, ставьте лайк. Под нашим рубриком рекомендуйте своим знакомым друзьям. Не забудьте, теперь приходим, пожалуйста, от, приходим от теории к практике. Пишите в практике, что было в вашей практике. Возможно, вы работали в продуктовом магазине, возможно, вы были, не знаю, сотрудником продуктового магазина, возможно, вы хозяин продуктового магазина и так далее. Или какой-то из этих направлений, которые я ответил, которые я сейчас сказал людям. И, возможно, вы были когда-то в таких ситуациях участником и так далее. Или, возможно, вы ставки вкладываете и так далее. Пишите в ваш опыт, пишите так. И не забудьте от трех до пяти вещей писать, чему вы научились, что вы брали из этого ответа, который я вам давал. Теперь посмотрите потом направо, налево, на следующее видео и приходите на следующее важное видео, которое вам нужно по недвижимости, по долгам, как начать делать бизнес и так далее. Желаю вам успеху.